здрасте друзья мои влажность воздуха в Волгограде влажность воздуха 95 процентов было 100 погода была прямо такая отвратительная отвратительно отвратительная как видите визитная карточка голубятника голуби небе туман витя снег ураган жара холод никакое значение не должно иметь для вас это все второстепенно третий степен и никакое отношение не имеет это наоборот если хотите для того чтобы ваша птица в туман не пропала то значит вы его в нас постоянно должны гонять туман если вы хотите что в дождь что там надумал копчик там не голубь хотите чтобы в дождь там не замерзла не этот вы должны его гонять это похоже на копчика по моему или нет или голубь не могу понять не голубь голубь думал копчик что то значит дикарь пошел дикарь пошел вот он нам было похоже на них и полет у моей голубей полет похоже на особенно момент дикарине то есть это вот должна быть ваша визитная карточка вот тут находится залог здоровье ваших голубей тут в основном молодняк идет значит сейчас февраль месяц февраль месяц ну кто постоянно смотрит мои ролики знает сколько у меня голубей пескунов уходят и голубя пескунов старые голуби все они на месте а вот пескунов я как бы отдает прошлом месяце штук 25 пескунов отдал декабре там по моему более 20 отдал вот сейчас на днях 20 штук гильгару будет андреев дерберт несколько штук еще завтра наверно отдам для того чтобы чтобы у него не получилось коровное смешение все вот эти вещи это февраль месяц вчера с хачеком посчитали где-то 35 штук пескунов на себя оставить понимаете друзья мои это это февраль месяц какие морозы у нас тут были да там резкие перепады то другое но состояние голубей как было как было вот эти желтогруды этого который февраля смотрите как как они стоят вы ни одного накоплившего не увидите ни одного такого как уж пингарики уже аж до туда теперь значит этот ролик я не зря поначалу показал и голубей небе и состояние небе ну и кто как бы следит моих роликов все уже давным-давно поняли что я категорически противник лечение прививок антибиотика того то есть все должно быть натурально я сторонник как скажем народной медицины и хирургии вот поверьте меня друзья мои за столько лет на столько лет я вот держу голубей кроме хирургических хирургического вмешательства мне не удалось были удался вылечить ни одного голубя представьте все думают что я там аспа лечение да там вот это знаешь то знаешь это знаешь то есть ну то что то же самое что там вам лучше ветеринар расскажет вот надо это давать надо то давать внимательно послушайте мне не удавалось вылечить ни одного голубя больного ни одного я не смог вылечить глушить без проблем глушил то есть через день даже вот там он хрипал хрип там то 5 10 там нет тогда были голуби я рассказывал когда вертячки заболели сами мы заболели у этих голубей признаков никаких не осталось чтоб когда-то они болели но я их не вылечил конечно в итоге всех убрал потому что они мне дали потомство одного дали дауна голова и тело одних размеров то есть это не лечение поэтому не существует никаких лечений лекарствами запоминайте лечение есть только одно хирургически копчик порвал зуб вы его зашили это таких я сотни всех могу показывать практически вся птица у меня была в котях у копчика то есть пищал комитетами другими там тут с боевыми ранениями даже показывал копчик порвал на следующий год это на следующий день я этого же голубя поднимал в небо то есть он зашитый то есть как как во время великой отечественной войны ранение получил сделали операцию на следующий день протрывался вот это все я показывал я показывал как вот с горла вытаскивался это даст под глаза вытаскивал то есть все это хирургические вмешательства показывал как голубок спасал когда голубки падали в это да на ноги на крыло падали когда яйцо переворачивалось в общем его теперь еще раз показывал уже другое вот эту голубку вы прекрасно знаете вот там черный голубка голубь у него мраморный голубь такой с лобиком где он тут мраморный голубь с лобиком тесто или нет ну может на улице в общем да вот там они это по моему позапрошлом году я эту голубку показывал когда она уже упала я у него живота вытащил был такой яйцо вместе с таким с наростом с местным такой этот ролик есть показывал как я это вытаскиваю то есть ну такое ощущение как будто там типа как зародыш был или чё-то она года два вот эта голубка не не слаз то есть не не слаз яйцо ну походу одно яйцо часто бывает у бойных голубей даже когда в животу у него очень хороший треск стоит в этой головке когда у них животе даже яйца ломается яйца переворачивается не знаю какая была у него причина но факт остается в том что я тогда удалил у нее то есть ну руками я вытащил показывал как я все это вытаскиваю на газету положил вот это да там опухоль который был в общем значит когда но месяцев два тому назад она снесла яйцо одно с пленкой тоненькой то есть практически без корлупы ну я тогда еще сказал говорил что кое-что расскажу только потом убежусь вот это про это случай я хочу рассказывать потом я под них постоянно подкладывать чужие яйца значит я опять 2 я не нашел по ходу 2 еще слабее было лопнула там пленка на лопается это да там просто раз она снесла уже скорлупой чуть-чуть тоненькой скорлупа была пленка чуть-чуть скорлупой в общем в этот раз но опять та же самая песня да я по этот подложил этот опять чужие яйца друзья мои вот она вот 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 засранка вот видите как получилось вот она яйцо у нее сейчас попробую ну как бы как бы положить чтобы можно было на видите вот это яйцо и вот она такая скорлупа видно не видно мы себя пошла вон отсюда муська вот просто оставляю то есть у этой голубки друзья мои уже идет нехватка нехватка кальций нехватка кальций да вот они чудики что-то они разъединились одна толпа вниз наверх эти раскинули не знаю что тут случилось может я так и было может что-то как-то на не были вместе идти по моему уже сейчас резко падает сейчас высоко очень высоко вот она высота их не ну ладно бог с ними они первый день встречается с копчиками знают что при этом делать надо им да то есть вот смотрите что получается дорогие мои прошло два года прошла два года это голубка опять снесла понимаете вот все вот это то что было я ее помогаю хирургическим методом я вытащил тот опухоль который у него было в животе чтобы она не сдохла иначе бы она бы сдохла никакими таблетками я бы ее тогда не спас понимаете то есть вот элементарно да вот очень часто вот голубки когда не могут нестись если вы не помогли они все дохнут вот эти мы можем лечить но все вот эти антибиотики все вот эти прививки все то пятое десятое ничего не помогает это просто самообман вот это реально самообман даже возьмем такой на человеческие медицины дорогие мои во всем мире не в америке не в россии не в китае не в израиле нигде в мире не научились лечить насморк грипп не могут лечить у людей понимаете не для голубей там это да не голубом лечить грипп человеческий грипп не могут лечить вылечить не могут чтобы лечили человека от гриппа о каком лечении может это я говорю про людей если человек умирает с врача хоть спрос идет то есть его могут даже посадить цивилизованных странах за врачебную ошибку сажают их там кто за голубей будет кого-то зажать одумайтесь прежде чем каждую пилюлю которую вы кладете в рот голуби да подумайте есть ли смысл этого делать нет запоминайте детство свое в школе когда вы болели приходили в школу или в детский садик воспитательница или учительница вам за руку и обратно проводила вас домой чтобы вы не заразили весь остальный класс всю группу единственное лечение наших голубей это небо это хорошее питание это хорошее питание то есть которая дает им иммунитет единственное лечение это иммунитет а иммунитет это значит голубь не болеет он и летит он и плодится он и не хрипит он и не пердит он и бошку не сворачивает ничего не делать все в идеале поэтому вот он я еще раз говорю за столько лет сколько я держу голубей мне честно не удавался вылечить ни одного больного голубя глушить так без проблем глушил без проблем вот нету это да единственное лечение которую у меня получилось то есть помощь это да это хирургический метод спустился даже голубь без ноги когда сапсан его ногу об бедро это да я его обрезал там его пиратом называл даже меня в детстве был такой голубь этот голубь жил долго летал все было нормально вот там с яйцами помогал зоб порванный копчик порвана грудь порвана шея порвана там лапки порвана все вот это я зашивал опять это хирургия то есть это не лечение это хирургия то есть вот нашей медицине современной медицине работает одна хирургия больше ничего но хирургия непосредственно зависит от самого доктора она не зависит от от этого до препаратов то есть там есть хороший доктор не с хороших хирург хирург от бога а есть плохой хирург никакой хирург один там сделает операцию на второй на третий день вас выпишет а третий делает маленький надрез и у вас будет инфекция гноение вот это да то есть вот зависит только от этого больше ни от всего поэтому дорогие мои особенно молодым ребятам которые вот завели голубей до выкиньте из головы все а вот весна чем их пропоить а вот лето чем их пропоить а вот осень пришел чем их пропоить ничем их не надо пропоить я имею ввиду лекарства да там прививки лекарства вот это запоминайте дорогие мои сто лет маг не рожала и голода не было то же самое тысячелетиями наши предки держали голубей мы по молодости держали голубей мы не знали что такой болезни как его надо лечить ничего не изменилось почему не изменилось потому что тогда птица была в небе естественный отбор слабых убирали слабые пропадали погибали копчики ворона там все и поэтому не надо ворон там копчиков убивать на оборот надо голубей гонять только в этом случае у вас будет идеальная здоровая птица которую я уже но три года каждый божий день показываю но покажите кто-нибудь еще всегда в небе в любую погоду всегда натянуты всегда бодры всегда в идеале по моему от добра глупо искать добро то есть больше ничего не надо вот что-то скинула что-то скидывает как бы вот так вот лучше лекарства голубей небо небо лед движение движение понимаете движение это жизнь движение это жизнь тот кто двигается тот живет тот кто стоит лежит без движения это мертвый вот живой человек он двигается мертвый человек у лежит гробу тоже самое живой голубы он небе мертвый он ну валяется где-то понимаете поэтому сделайте выбор что вам надо вам нужно живые здоровые голуби или ходящий мертвый цель мне нравится вот эти живые живые энергия с них прет вон она мужским морда ты чё соскучилась по голубям даже даже не бояться кошки голубят не но то что вот это произошло так друзья мои посмотрите я опять же да вот смотрите в это в голубяке там ну штук 70 взрослых голубей из них там штук 30 35 взрослые голубки да но вот ни у кого же вот этого нету ни у кого этого нет а вот у нее так получилось понимаете а почему получилось да мы должны понимать как это элементарного цена у каждого организма свой это да обмен веществ то есть у каждого организма все индивидуально поэтому для кого-то может перебор постоянно вот вы знаете минералку то 5 день постоянно она у меня лежит они я их ничем не отказываю я себя так не кормлю как я их кормлю там ничем абсолютно не отказываю все 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 самое лучше для него сегодня ехал я там корм искать столько мест проехал 50 километров проехал посмотрел не понравилось обратно поехал другую сторону в область то то есть себя если я хлеб покупаю я заехал магазин там ну сказали нету сегодняшнего да да ладно хрен с ними я купил вчерашний или нету там это да там после обеда это хлеба есть утреный я утреный купил для них я и выбираю именно из ключ это на самое лучшее и все равно просто это вот получилась такая штука то есть обмен веществ у него как-то было нарушено она восстанавливается восстановилась опять же правильное питание правильный год и у нити так что думаю тема для размышления хорошая но кто как поймет как размышляет это уже ваше это уже ваше вы сами определитесь кому что нравится это вот так как красавица красавица удачи всем